Беспроигрышная серия и блестящий финал. Наша сборная по хоккею, пятикратный чемпион мира. Россия и Финляндия 5-2. Игра была очень напряженной и зрелищной. Наши ребята били, что и сил, но и финны не хотели уступать. Даже без главного тренера, который, напомню, был дисквалифицирован на одну игру, как раз на финал, и смотрел матч с трибуны, наша команда разбила принципиального соперника. Самый яркий момент в репортаже Антона Чеченского. Ура! Ура! Так праздновали в Минске. А так в Москве. Наша сборная подарила болельщикам один из самых зрелищных хоккейных финалов за последние годы. Они обещали тренеру, выйдем и всех порвем, но и финна настроена решительно. С первых же минут ломаются клюшки, а игроки, кажется, готовы пойти в рукопашную. Первым шайбу забрасывает россиянин Сергей Широков. Чтобы уйти на перерыв лидерами не хватает всего трех секунд, а может быть еще и Олега Знарка на скамейке. Дисквалификацию за инцидент в полуфинале, когда рулевой нашей сборной, возможно, излишне эмоционально дал понять шведам, что своих в обиду не даст, знарок отбывает на трибуне, но при этом активно руководит подопечными. Идею воплощает ассистент Харрис Витериндж. Олег Валерьевич связывался с помощниками, так что мы и в перерывах не переговаривали, быстренько на улице, что и чего, как, какие проблемы, что лучше, что не лучше. Так что все время были где-то на связи, через кого-то, ну и поддерживал Олега Валерьевича. В начале второго периода финны выходят вперед. Многие болельщики сразу вспоминают олимпийский четвертьфинал. Тогда Россия тоже повела первый, но в итоге проиграла Финляндия 1-3. Впрочем, меньше, чем через минуту беспокойной мысли гонит прочь гол капитана Александра Овечкина. После Олимпиады на него и на еще одного лидера сборной Евгения Малкина обрушилась немало критики, но в итоге именно они становятся героями финала мирового первенства. Малкин выводит российскую команду вперед. Главный тренер откидывается на спинку кресла. Отлегло. Никто не обещал, что будет легкая игра, это финал. Они начали очень здорово на хороших скоростях. Ну, где-то продержались первые 20 минут, потом в раздевалке поговорили, начали играть свой хоккей, переломили. И там уже в большинстве здорово забили леды на ворот, зарабатывали удаление и играли, можно сказать, свой хоккей. В третьем периоде финны бросаются отыгрываться, но россияне, даже падая на лед, продолжают бороться. Финальную точку ставит Виктор Тихонов. И вот уже сами хоккеисты призывают публику не скрывать эмоций. 15 тысяч болельщиков, среди которых президент России Владимир Путин, аплодируют и скандируют молодцы. Лишь после финальной сирены Олег Знарок спускается к своей команде. Им вручают золотые медали и кубок. В финале чемпионата мира снова звучит гимн Российской Федерации. Россия снова чемпион мира и хоккеисты уже по традиции поют его. И сегодня им подпевает весь стадион. Шутливая игра капитана и тренера. Попробую одними по этим кадрам можно многое понять об атмосфере в сборной Знарка. Мы как бы бились за него и за страну, поэтому и за самих себя. Настрой был отменный. Конечно, было тяжело. Большинство ребят играют с травмами и проявили просто настоящий характер. Я думаю, что мне удалось на самом деле подобрать такой критив, который достиг этой цели. Знарок сумел настроить звезд на командную игру. При нем у сборной появились и новые лидеры. Например, Виктор Тихонов-младший. Он лучший бомбардир турнира. Забросил 8 шайб. Признан лучшим нападающим чемпионата. За его успехами с трибуны наблюдал дед, легендарный тренер Виктор Тихонов-старший. Я к нему подъехал после игры. Видно, что у него слезы на глазах. Он невероятно гордый. Даже тяжело было что-то сказать, потому что мы его поняли, что это все-таки такое дело сделали, что до сих пор не верится. Трогательный момент в раздевалке. Внук передает медаль деду и посвящает эту победу ему. По традиции, из завоеванного кубка пьют шампанское. Поздравить хоккеистов заходит Владимир Путин. Большое спасибо за великолепную, чудесную игру. Мы можем гордиться тем, что у нас есть талантливая, замечательная, результативная команда с характером. Это так здорово. Вы порадовали миллионы людей. Спасибо вам большое. Вдруг грубо. Сами себя крикнем. Раз, два, три. Ура! 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 После неудачного выступления в Сочи мало кто ждал победы. Эксперты говорили, за такой короткий срок перестроить команду невозможно. Оказалось, это не так. Антон Чечуленский, Евгений Кузнецов, Дмитрий Новоженов, Филипп Карасильников, Станислав Шапырин. Первый канал. Минск.